17 февраля на 95 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Гавриил Дегтярев. Гавриил Михайлович родился 2 мая 1925 года в крестьянской семье в селе Ольховчик Ростовской области. Брать ответственность на себя он научился еще на войне. На фронт попал сразу после 17-летия. Первый бой принял в составе 1-го эскадрона 36-го кавалерийского полка 10-й кавалерийской дивизии Северо-Кавказского фронта. Гаврил Дегтярев участвовал в освобождении станицы Просковейская и города Буденновска Ставропольского края, Ростова-на-Дону, разгроме таганрогской группировки немцев в 1943 году. Именно тогда Гаврилу Михайловичу пришлось взять командование на себя. На пятый день в эскадроне осталось у нас 17 человек. Командир эскадрона погиб. Я взял командование эскадроном на себя. Он мне, командиру полка, позвонил. Он говорит, надо продержаться, Гаврил Михайлович, еще сутки подойдут артиллерийские части. За этот бой Гаврил Михайлович был награжден медалью «За отвагу», но получил тяжелое ранение. Лечение в госпитале, учеба, а затем и служба военно-пехотном училище Владикавказа. В боях он больше не участвовал. 29 июня 1946 года старший лейтенант Дегтярев был уволен в запас. В послевоенное время поднимал сельское хозяйство, занимался развитием кинематографа в Чечено-Ингушской республике. В 1988 Гаврил Михайлович вышел на пенсию, спустя пять лет переехал в Одинцово. Но даже на заслуженном отдыхе не дня без дела. В 1994 году фронтовик вступил в ряды общественной организации инвалидов войны и военной службы, а спустя пять лет стал ее руководителем и оставался им до самой смерти. Гаврил Дегтярев, кавалер Ордена Отечественной войны, награжден медалями за боевые заслуги, за оборону Кавказа, за победу над Германией, а также рядом правительственных наград.